Пора полностью узнать, как зовут ветер. Пока что нам известно всего лишь три буквы, ОВЕ. Но ничего, загадка будет разгадана. Всем привет, друзья, это Майнкрафт, я Лолошка, поехали! И чтобы точно доказать то, что у нас всё получится, смотрите, что у меня в руках. Три стака пойманного ветра, который мы откроем прямо сейчас! По правде говоря, это очень утомительно, но мы справились. И, о май гад, ещё пять букв. Ничего себе, это было быстро. Ничего тяжёлого в том, чтобы просто постоять около этих магов и дождаться, пока не поубиваются об шипы, нету. Но это утомительно, поэтому пока что мы немного отвлечёмся. Во время предыдущей серии у нас не развивалась колония, потому что я совсем забыл, не прогружаются чанки. И, конечно же, я решу эту проблему с помощью мирового якоря. Эндерперлы, идите сюда, этого хватит надолго и ура! Но подожди, почему вот этот Дилан не работает? Ты чего? Ааа, тебе лопата нужна. Не волнуйся, дружище, я уже несу, вот, держи, выполнить! Надеюсь, то, что ты разровняешь этой лопатой всю местность и начнётся строительство. Блоки, по идее, у него уже есть. Во время предыдущей серии я сказал то, что нам срочно нужна новая броня, иначе мы уже не вывозим новые измерения, новых боссов и так далее. Самое клёвое это пустотная, но чёрт подери, какая же она дорогая. Но-но-но, подождите, есть ещё прикольная и она более доступная. Это драконевая. Она делается из драконевой чешуи. Придётся, конечно, немного попотеть. Один такой слиток, это обсидиан в железе. Но обсидиана у меня пока что нет, поэтому придётся немного попотеть. О, подожди, что? Вулканический пресс, это лава, вода и делается обсидиан. Не-не-не-не, это тупо, мне по старинке, пожалуй. То есть, находим какой-нибудь источник и выливаем туда воды. О, да! Красотища! Ну, а после этого всё, как обычно. Огромное спасибо за ожидание. Забираем, перекладываем в печку и просто ждём. Лолу-ложка получил достижение. Будущее за обсидианом. Очень прочный материал. Верю, верю. И теперь нам нужны какие-нибудь, типа... Э-э-э-эм... Э-эм... Э-эм... А, чешуя, точно. У меня их всего лишь шесть, потому что, сами посмотрите, делается-то тяжело. Надо найти голову дракона. Ладненько, сделаем себе хотя бы по ноже, почему бы и нет. Оу-ля-ля, так тут ещё остаётся чешуя. Получается, я смогу сделать себе даже ботинки. Конечно же, я хочу. Так, ботинки, это получается вот это сначала надо сделать. И-и-и... Стоп. Так дёшево, то есть даже чешуя не нужна. А, не, это надо просто вот так соединить. И в итоге становится ещё круче. Обалдеть! Это супер защита, вы посмотрите. У меня по ноже лучше, чем на грудник. Да что уж тут таить, у меня ботинки лучше, чем на грудник. Обалдеть! Это надо ещё зачаровать, и тогда меня точно никто не пробьёт. Привет-привет, маги! Я снова пришёл к вам поставить сюда мировой якорь. Потому что я прекрасно понимаю то, что таким образом вы будете постоянно спавниться. А ещё я пришёл просто поубивать вас, потому что мне нужен опыт. Ну да, это немного долго, монотонно, но по крайней мере эффективно. Потому что я уже седьмой уровень. Только что был первого. О, уже восьмой. Пипец, вы посмотрите, они меня почти не пробивают. Раньше они сносили примерно по шесть хп, а сейчас по три, иногда по одному. Ааа, круто! Реально, это суперская броня, но надо сделать потом ещё и на грудник. Да подождите, какой нафиг потом? Надо сделать прямо сейчас! Ааа, что за хрень? Господи, я испугался. Загорелся, когда начал активировать пойманный ветер. Так вот, да, действительно. Давайте прямо сейчас пойдём в край, там найдём голову дракона. И сделаем себе на грудник. Может быть, даже на шлем хватит. Тем временем мы открыли ещё несколько букв. И теперь это читается как Оветханна. О-Овет... Ове... О... А, в жопу, короче. Погнали искать голову. Опля, прошло примерно 2-3 минуты и всё найдено. Это было мега быстро. Повезло. Правда, прежде чем продолжить... Эх, надо бы немного поспать. Эх, доброе утро! Мне срочно нужен мистический даггер. Надо разделать голову дракона на маленькие кусочки. Где этот даггер? А ну-ка покажите. Эм, подождите, а реально, где он? Надеюсь, я просто забыл его в мега-огромном особняке. Пожалуйста! А, вот он, да. Фух, блин, я уж правда испугался. Давайте переделываем, у нас получается 5 чешуи. И остаётся понять, как много надо потратить. Нагрудник стоит 3, а шлем 1! Обалдеть, мне хватает, ребята! Поздравляю, одна из самых лучших защит в этой сборке создана! Но, конечно же, не самое лучшее, потому что есть ещё лучше, а потом ещё лучше. И, по секрету скажу, ещё лучше. Вау, вот это доспехи! Проверим, насколько они крутые, даже без зачарований. Привет, маги! У меня 11 хп, вы по мне стреляете. И, воу-воу-воу, полегче, ребята! Нифига себе, они пробивают. Наверное, потому что на короне и на нагруднике есть защита 4. И прямо сейчас вот эту броню дракона надо зачаровать. Обелиск, пожалуйста, поделись со мной экспириенсом! Забрать всё, и у меня 25! Не, это мало, чувак! Подожди, подожди, но мне же не хватит тогда на одну броню даже. Или подождите, в энчантер вообще доспехи положить можно? Давайте проверим. Опа-на! Я там, по-моему, только что видел починку, но чего, блин? Озарение 1, увеличение опыта 1. То есть, за лазурит я получаю по одному уровню, а за звезду из Незера я получаю... Ого! Три, три, четыре... Ну, короче, по максималочке. А, ну всего лишь один энчант. Не-не-не-не-не, это фигня какая-то. В этой сборке есть такая штука, как зачарователь, и с помощью неё мы можем комбинировать книги, перья, предметы, и в итоге получать крутые чары. Ох, попробуем. Поставим сюда, и в итоге... А как это работает? Ой, я же не шарю. А, вот она что! Автоплавка, увеличение опыта, защита и так далее. Не, на самом деле, увеличение опыта, это очень круто. Дополнительный опыт за убитых мобов. Я хочу максимальный уровень. Сколько это стоит? 48 золота и 9 лазурита. Без проблем. Так, 48 золота. Пожалуйста, хоть бы у меня столько было. 48, 48, 48... Ээээ... У меня нету золота, круто. Может быть, в этой печке? Тоже пустота? Обалдеть! Я тупо бомжара на золото, вы серьёзно? О, великий карьер, помоги мне! Ой, спасибо большое! 30 штуковин, это неплохо. И здесь 37! Обалдеть! Чисто на всякий случай ещё железо взял, пусть переплавляется в обычной печке, а вот золото по-любому засовываем вот в эту синюю, потому что таким образом удваивается. Ну что же, наконец-то, спустя 67 серий, у нас решится проблема с опытом. Мы закидываем, ага, увеличение получаем. И ой-ой-ой, я потратил 25 уровней! Получается, чтобы закинуть это на наковальню, надо ещё 10! Ага, ненавижу! Маги, помогите мне! Давайте я вас ещё немного поубиваю. Мне надо всего лишь 10 ловелов. Только сейчас заметил то, что моя броня какая-то хлипкая. Да, она реально круто защищает, с этим я не поспорю. Но, она дико быстро ломается, прям вообще жесть. Надо будет потом и с этим разобраться. 10 уровней зарабатываем, идём к наковальне. И, наконец-то, сейчас у нас с одного моба будет падать нереальное количество экспириенса. Вот это сюда, потом вот это сюда. Спасибо большое. Например, возьмём какого-то гоблина. С него всегда падает супер мало левелов. Но сколько выпадет сейчас? На! Ну-ка, 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 ну-ка! Ого! Целый один уровень, серьёзно! Причём это с гоблина, чтобы вы понимали! Обалдеть! А сколько же с магов будет? Пойдём проверим. Привет, чувачелло! Не, получай! Обалдеть! Два уровня за одного моба. А-а-а, это же мега рай! Смотрите, я убиваю эту пачку. Так-так-так, тихо, главное, чтобы самому не умереть. И у меня уже девятый! Та-а, стоп, блин! 4 хп, чуть не убили! Неужели эта броня так плохо защищает от снарядов? А, кстати, защита от снарядов, точно! Самый максимальный уровень стоит 64 стрелы и 3 лазурита. У меня просто дофигища и того, и другого. Так, а уровней сколько надо? Ага, 18. Это вроде бы тоже не проблема. Особенно теперь. На миллион миллионов процентов уверен, что здесь у меня больше стака стрел. Ага, всё верно. Я помню то, что когда-то я это всё сюда складывал. И остаётся достать только лазурит. Подождите, чего, блин? У меня лазурит закончился? Да не может быть! Но не волнуйтесь! Насколько мне известно, карьер снова меня спасёт. Окей, выпускаем ветер. О, да, два лазурита. Это то, что я хотел. Тварь, а ты не мог побольше добыть? Может быть, в этом сундуке? Ничего! Серьёзно? То есть, за всё время два лазурита добыто? Я офигею с этой д... Телепортируемся в шахту и пробуем найти. Редстоун, это не интересно. Ай, пожалуйста, лазуритик, ну попадись. Неужели сейчас... О, спасибо. Я просто уж думал, что такую простую руду я сейчас буду реально искать миллион лет. И, наверное, с помощью тррррррррррррррррррррррррррррррррррррррм поубиваю немного пауков и добуду уровней. Надеюсь, когда я это наложу на какую-нибудь броню, маги меня пробивать не будут. Но сейчас у меня всего лишь первый уровень, А там надо, скорее всего, штук десять, поэтому давайте ещё добудем. Просто мы все прекрасно понимаем, на наковальне это переложить не бесплатно. И вот у меня уже пять, шесть, замечательно, убиваем этого. А тут надо всего лишь четыре, серьёзно? Так это же вообще круто. Ой, пойдём проверим, надеюсь то, что теперь они реально не будут меня пробивать. Защита стоит. Ааа, не, получайте. Аа, двадцать один, двадцать, восемнадцать. Не, ну слушайте, бьют они всё ещё сильно, то есть придётся ещё очаровать. Как минимум по ноже это точно. Ааа, и подождите, меня сейчас убьют. У меня тут, кстати, немного пойманного ветра. Надо бы активировать и посмотреть, сколько букв будет открыто. Проверка. А, нифига себе, смотрите, мы полностью открыли первое слово. Оветханна. Или о-о-овианна. О-ови... Ммм, неважно, короче. Но второе слово начинается на букву Е. Вот это я понимаю, немножко осталось. Я, кстати, знаете, только что так посмотрел на норманов и понял. Я их не изучал, наверное, серии десять. Но именно этих норманов я пока что трогать не буду. Я хочу посмотреть, что там с Нотр-Дамом. Серьёзно, я вообще у них не был давным-давно. Ооо, смотрите, они же дворец доделали. Приколюха. Так, норманы, здание 62, спасибо. И здесь можно теперь походить, посмотреть, чё готово. Это, конечно, закрытые сундуки, но мне-то плевать. Отель, смотрю, достроили. Что, не достроили? Эээ, ты зачем это сносишь? То есть ты хочешь ещё что-то пристроить? Обалдеть, каждый раз прихожу и каждый раз удивляюсь. Можно посмотреть, чё вы тут делаете? Дуб, красный ковёр, бла-бла-бла. Ну, в принципе, все ресурсы присутствуют. Они сейчас делают комнату викария. Я даже не знаю, что это такое, но они делают три конструкции сразу. Вы издеваетесь, почему так много? То есть я даже не прихожу в эту деревню, а она развивается и развивается. Я удивлён, правда. Кстати, скорее всего, эту серию вы смотрите тогда, когда я переезжаю на новую квартиру. И поэтому особо за статистикой канала я не слежу. Потому что, ну, мне правда не особо сейчас время есть. И я буду очень вам благодарен, если вы поставите лайк на эту серию, а я потом вернусь, посмотрю и удивлюсь. Но это всё будет зависеть только от вас. А вообще, я на этом буду постепенно заканчивать. Надеюсь, то, что этот выпуск вам понравился. И вы не забудете подписаться, чтобы смотреть следующие выпуски. Это на самом деле важно. Почему вы ещё не подписаны, те, кто, блин, смотрят? А? Эх, так вот. Не отвлекаемся и добавляем. Если вы здесь впервые, то вы можете подписаться на канал, позвать друзей. А с вами была Уложка. Первое слово имени и крутая броня. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.